Разработка стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года вступила в завершающую фазу. В Думе состоялся круглый стол, на котором представители фонда Институт экономики города рассказали об основных направлениях этого важного документа. Стратегия социально-экономического развития города станет основой долгосрочного развития города. Это понятие вводится в обновленный устав Перми, который сейчас находится на рассмотрении в городской Думе. В фокусе стратегии находится человек и качество его жизни в городе. Главная цель – сделать Перм городом лучших возможностей для самореализации человека с комфортными условиями для жизни. Поправки в устав – один из шагов в этом направлении. Они устанавливают подотчетность администрации Думе по основным показателям развития региона. На семинаре разработчики представили главные направления, по которым будет развиваться Перм. Это жилье, городская среда, здоровье, культура, наука, образование, бизнес и гражданское общество. Определены основные задачи по каждому направлению и индикаторы, по которым будет оцениваться реализация задач. В круглом столе приняли участие представители других муниципалитетов, которые поделились своим опытом. «Четкое разделение властей. И четко ясно, что Дума – это верховная власть, это представительная власть, это власть народа, потому что каждого из депутатов народ избирал, а исполнительный комитет, он уже является подконтрольным исполнительным органом Думы. И, конечно же, никаких противоборств в этом случае быть не может, потому что четко все ясно определено, кто чем должен заниматься. И мы такую схему сохраняем, потому что эта система, она себя у нас в городе оправдала. Мы считаем, что это очень рациональная система». С 2005 года главу Казани избирают из числа депутатов Думы. В прошлом году такую систему депутаты утвердили окончательно. «Мэр, который избирается по такой системе, он еще и приобретает, я бы сказала, даже тройную ответственность. Почему? Потому что в этом случае он является подотчетен и всему населению города. У нас так написано в уставе, что мэр подотчетен всему населению города, и он раз в год отчитывается от своей деятельности перед всем населением города. Кроме того, мэр, как депутат, отчитывается в своем округе, там, где он избран депутатом о депутатской работе, и мэр подотчетен всей Думе, которая его избрала». Систему управления городом в свое время изменили и в Тюмени. Там раньше избирали главу администрации, теперь его назначает и контролирует Дума. Система управления городом стала более ясной и логичной, и самое главное – эффективной. Сотни миллионов рублей сэкономили на проведении выборов и направили на решение важнейших социальных проблем. «Политика администрации – это социальное развитие города, это социальная направленность расходования бюджета. Это значат ли когда-то программы выделения из бюджета средств на поддержку населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. У нас достаточно успешно работает программа социальной поддержки людей, которые нуждаются в поддержке именно в денежном, материальном, не только в моральном от города. Это благоустройство у нас очень хорошо и сильно развито. В принципе, аспектов, куда можно направить неожиданно полученные деньги, наверное, очень много. Дорожное строительство – много». Депутаты Пермской городской думы активно участвуют в работе над стратегией. Разработчикам было задано много вопросов и высказаны пожелания по дальнейшей работе. Широкое обсуждение документа продолжается. Глава Перми Игорь Шубин особо подчеркнул, что рассмотрение стратегии развития города будет максимально открытым, чтобы все заинтересованные стороны смогли внести свои предложения и замечания. Сергей Горланов, Владимир Сарамотин, Антон Фиштик, Часпик.